Сегодня я буду тебя мучить Двигаться, правильно питаться Даниматься спортом, спать вовремя Ложиться, отвалить его от меня Вообще не бывает внешней красоты без красоты, внутренней Какашки, это же что-то не про себя Это не про что-то там Это не моё, это стыдно Буду очень-очень таким противным Нутрициологом, тренером Ну все же хотят худеть Жареная картошечка, каждый день мороженое Литр сока, пельмиши Майонезы с борщами Люди врут Начнём с этого Наверное, без алкоголя я точно в ходе вообще нет И встать, как минимум лечь А в идеале хоть какой-нибудь Фагический предмет положить в сторону Здорового образа жизни Через то, что ты корректируешь по чуть-чуть И не прибегая к паранойи Николай, привет Сегодня я буду тебя мучить Мне очень интересно твое мнение О добавках, о нутрициологии Что это вообще такое Нужно, либо не нужно Потому что очень много мифов Одни любят, поддерживают Другие прям относятся очень негативно Расскажи, пожалуйста, что вообще такое нутрициология Во-первых, спасибо большое за то, что пригласил на подкаст Наша тема, которую мы будем сегодня обсуждать Она тесно взаимосвязана с тобой И поэтому одно без другого тяжело работает Очень много говоришь о питании Если очень коротко, то нутрициология Это наука о том, как влияет наша еда На наше здоровье и внутреннее, и внешнее И мы занимаемся тем Вместе с командой, вместе со школой Которому в этом году 7 лет уже 7? Да, 7 лет Занимаемся тем, что помогаем людям По факту управлять своим внешним видом Своим здоровьем Так сказать, превентивным методом Это без фармакологических лекарств и препаратов За счет еды, своим здоровьем, своим внешним видом И вот тот вопрос, один из которых Которым ты активно занимаешься Это косметология, это вопрос здоровья кожи Он неотъемлемо связан с тем, что ты ешь напрямую Ну, безусловно, вообще не бывает внешней красоты Без красоты внутренней И то, что мы едим, да? Не зря так говорят Но вот ты сейчас упомянул, что вы стараетесь Без дополнительных добавок Ты против БАДов? Я против того, что человек годами сидит На определенных лекарственных препаратах Будто бы это снижение холестерина Будто бы это снижение давления Будто бы это препараты для пищеварительной системы Которые не решают причин Потому что развитие болезней В 85-90% случаев Возникает на основе эпигенетики Образа жизни человека То есть, вот сахарный диабет первого типа Это человек, который родился с этим заболеванием А сахарный диабет второго типа, например Который тоже очень часто в России Люди пострадают этим недугом Это нарабатываемая история И сахарный диабет первого типа очень редкий Сахарный диабет второго типа очень явный Открытый и так далее И я к нутрицептикам К добавкам, как ты говоришь Я очень положительно отношусь Но мы сегодня очень много будем про это говорить Про нутрицептики, про витамины, про минералы Просто иногда у людей есть понимание Что это какое-то Либо А. МЛМ-системы Какие-то пирамиды Либо Б. Это есть волшебная таблетка И что они не работают И они действительно не работают Если человек не выстроил базу И во-вторых В. Это отсутствие подназначения То есть, нет какой-то конкретной цели Ради чего они все используются Тельные битамины, БАДы и так далее То есть, люди пьют, потому что соседка Люся пьет коллаген Ей помогло, значит, мне так же надо Но, может быть, надо начать с еды И, может быть, надо начать с того, что у тебя есть пищеварительная система Там что-то происходит Я в детстве, когда был маленький Я рисовал человека Голова Вот так, квадрат И рисовал, что между ртом и анальным отверстием У тебя вот такая дырка Палка Ничего не происходит На самом деле, там очень много заложено Нашего здоровья В кишечнике в том числе и так далее И вопрос Плохо ли я отношусь к БАДам Я, типа, уважительно отношусь Если есть на это цель Если есть потребность человека На основе анализа крови И если они реально хорошие На уровне формы, а не фирмы Вот И плохо в то же время отношусь Если человек бездумно применяет Потому что соседка сказала попить витамины Потому что просто так нет цели вообще никакой И не выстроена база в том числе Слушай, помню такой период Когда все подсели на БАДы На iHerb Потому что появился блогер Который активно составлял Всем, значит, вот эти планы лечения Назовем это так, да И там, ну, было, я не знаю Порядка, наверное, 15 БАДов ежедневно 30 я знаю 30 Это вообще как норм Опять же, все зависит от конкретного человека И если у человека Во-первых, давай начнем с того, что Я никогда Вот человек приходит к нам Высокий холестерин Лишний вес Выпадают волосы Проблем с волосами С кожей Акне, угревая сыпь Дерматиты и прочее Никогда Мы не назначим Не порекомендуем В школе Как нутрициологи Как врачи Которые работают С кандидатом в медицинской степени С докторской Сразу Список из 15-20 БАДов При этом Не корректируя свое питание И образ жизни Это просто Вот К сожалению Такое происходит очень часто Мне пишут В Директ Там В запретграмме Или там в телеграмме Николай А вот можно вас Зать консультацию нутрициологом Я уже два раза ходил А толку никакого Почему? Потому что в основной своей массе Когда приходит Нутрициолог Нутрициолог у людей Ассоциируется С волшебной таблеткой Сейчас я вот Выпью волшебную таблетку Он мне назначит ее Так не работает Как бы не хотелось Нутрициология Это прежде всего еда Это то, что мы с вами Едим каждый день И к сожалению Сейчас На первом месте По статистике Среди всех Самых частых недугов Таких как Экология Алкоголь Курение Питание занимает первое место В исследовании Нутрициологии 2040 Если зрители интересно Могут найти это исследование В интернете В интернетах Вот в этих ваших И там есть Очень классная статья Про то, как питание Сейчас нынешнее Влияет на развитие Тех или иных болезней И вот когда мы Решаем Вопрос Коррекции еды Коррекции Пищеварительные системы За счет Правильного Прожевывания Да То, что ты живешь База, да Да За счет того, что ты банально Там Двигаешься А не прилипаешь Пятой точке К креслу И целый день Пытаешься его Придавить И вот эта проблема Это прям повсеместно Потому что люди Вместо того, чтобы Менять образ жизни Легче всего Выпить витаминку А каким должен быть Здоровый образ жизни? Если прям вообще Вот знаешь Как это Убрать Вот прям База, база Всю Ну да Усредненный такой То есть вот базово Должно быть Вот это, вот это И вот это Я сейчас Начну с Конечно же С парасимпатики Это стрессово Наше состояние Но я не буду На этом останавливаться Я скажу простой момент Что Когда человек Чаще появляется На улице Потому что Количество Так называемых Люксометров Это Единица Света Именно от солнца Она воздействует На наш солнечный рецепт На рецепторы Точнее глаза Вырабатывает сертонин Глобально Если ты находишься В стрессе Я всегда говорю Так, да То есть не надо Там думать Что тебе это Бессмысленно Ничего не поможет И так далее Банально Больше проводить Время на свежем воздухе Что бы я выделил К такому прям базе И с чего там начать Это первое Это 100% Больше находиться На свежем воздухе Даже если Посмотрено на улице Примерно там Четыре Ну вот От трех до шести тысяч Люксометров На улице Если солнечный свет Солнышко светит 40 тысяч Сколько в часах Это сколько в день Нужно на улице 30-60 минут Достаточно То есть полчаса Хотя бы да То есть у тебя уже Уровни серотонина Уровни эндорфинов Всех нейромедиаторов Кратно повысится Это первая база Второе Это хотя бы 10 тысяч шагов Многие люди знают Что сейчас там Нету ваших Ставок 10 тысяч шагов И люди говорят Что ты нам чешишь Про 10 тысяч шагов Это же просто Выдумано Этими шагомерами Для того чтобы покупали И маркетинговый ход Я говорю Мне плевать Потому что главное Просто выйдите Просто выйдите На улицу И начните ходить Просто ходить Потому что у нас Есть два тренажера Левая и правая Которые нам могут Сделать реально Очень классно Для пищеварительной системы И опять же Нет моей магии В этой цифре Но хотя бы Вот держаться Около цифр У меня погода За последние пять лет В среднем 10-12 тысяч шагов Это вот в среднем За этот год У меня там 15-17 тысяч шагов При том что я много работаю Я у меня есть Семья Жена Ребенок скоро появится И так далее То есть много Каких-то обязательств При этом я продолжаю Заниматься Это второе Третье условие Банально Если мы говорим про еду Это убрать Все рафинированные сахара Сахара Рафинированные углеводы Которые неестественным путем Сделаны производством Что это такое Кондитерское изделие Всякие Гетогенизированные жиры С добавлением Не совсем Естественно Для структуры человека Клеток организма Жиров Плюс сахара Естественно Потому что сейчас Самое Ужасное время С точки зрения Потребления простых сахаров У людей То есть За всю историю человечества Не было ни одного периода Так сказать В антогенезе человека То есть Как он развивается Когда он столько потребляет Простых сахаров За единицу времени То есть Раньше для того Чтобы добыть Столько энергии Нам нужно было Условно Добыть мамонтов Условно Собрать Какой-то плод И так далее И так далее А сейчас Что нам нужно Взять телефон Доставку Заказать Это вот Продвинутых Городов Окей Хорошо Если нет доставок Вон Соседнюю пятерочку Магнит Перекресток Сходи Купи себе Энергии На три дня Первый Немножко Почистить рацион Просто Чуть меньше Мусора Вот этого Пищевого Потому что Многие люди говорят Сахар нам не вреден Это же энергия Если ты потребляешь Все равно Это влияет На твое настроение Слушай А сахар Ну если мы говорим Про фрукты Фрукты можно? Многие По своей Биохимической структуре Очень схожи С обычным сахаром Это такой же виноград Виноград Да Это хурма Это Арбуз В избыточном количестве Как обычно люди Арбуз едят Ну да Так чтобы треснуло Так чтобы треснуло Чтобы арбуз треснул И у тебя где-то треснуло Да Потом Это сто процентов Все что связано Вот Иногда В заведениях Вместо десерта Дают копченое яблоко Есть такой десертик То есть Как бы фруктик Фруктик Но Запеченное Видела? Копченое нет Ну Запеченное Запеченное Я имел ввиду Что оно термически Обработано Вот и к чему Любой фрукт Если термически Его обрабатывать Это не совсем Про пользу Не совсем Серьезно? Почему? Углеводы Так называемые Они когда подвергаются Термической обработке Особенно высоких температур Образуются Безконечные продукты Гликации КПГ Продукты Тем самым Они влияют На что? На кожу Конечно же Это все Параллельно Старит Организм И так далее Можно ли это Перекрыть коллагеном? Ну Это вот как Взять В руки Две бутылки Одна с водой Одна с разжигающей смесью И у тебя костер Глеб этого горит И ты одновременно Будешь вот так вот Лить Они у тебя одинаковые Ну конечно же Будет это все То есть сахар Все-таки лучше Прямо убирать Смотри Я всегда придерживаюсь Следующего принципа Если ты сегодня ешь 100 пельменей Съешь завтра 80 пельменей Вот прям совет Постепенно Банально Да Просто люди Забывают Что они Года свои Эти привычки формируют годами Но многие люди Не понимают Что такое сахар То есть для них Окей Десерт Окей Но тот же Самый свежевыжатый сок Или сок в банке Это же тоже сахар Смотри Сейчас У меня принцип такой В работе с клиентами Что И вообще В нашей школе Сначала Убираем то Что влияет Больше всего на результат Так сказать Принцип пары 20% 10-80% Результат Если мы говорим Вот часто люди У людей очень часто Вызывает рвотный рефлекс Слово здоровый образ жизни Двигаться Правильно питаться Заниматься спортом Спать вовремя Ложиться Отвалите от меня На самом деле Это гораздо проще Потому что здоровый образ жизни Натягивая на каждого человека Он абсолютно разный У кого-то здоровый образ жизни Из 100 пельменей Начать есть 50 Заменив их просто Более качественным белком А у кого-то Это реально убрать Например Апельсиновый сок Потому что он вызывает Резкие скачки глюкозы Поэтому на первом этапе Я всегда рекомендую людям Понять Что сейчас у тебя И встать Как минимум лечь А в идеале Хоть какой-нибудь Фаллический предмет Положить в сторону Здорового образа жизни Через то Что ты Корректируешь по чуть-чуть И не прибегая к паранойи У нас даже мероприятие Одно было Марафон большой Семидневный Я показывал просто Весь свой день В течение 7 дней То есть как я питаюсь Как я тренируюсь Какие нутрицепки я применяю Зачем я это делаю И так далее И мероприятие называлось ЗОЖ без паранойи Потому что очень часто Вот ты ел 20 котлет в день У тебя картошечка жареная Ночами залипал в рилсике Получал дешевый дофамин Так сказать Жизнь тут чужая Но дофаминчик-то твой Вот И все это ты постоянно Дергал свою нервную систему Умираешь просто После этих рилсиков И вот такой у тебя образ жизни И потом насморился Условно там Понасюков Николая Всяких Светланова Губрева Которая говорит Что надо тоже за здоровьем следить Параллельно с тем Что работает с косметологией И ты такой Все Завтрашнего дня Как уток с сельдереем И занимаюсь спортом ежедневно И очень часто Мы не сможем поменять Свои привычки Просто вот так По щелчку Это происходит очень редко Очень избирательно Это больше как ошибки выжившего Поэтому Когда мы говорим Про здоровый образ жизни И конкретно про сок Возвращаясь к этому вопросу Вопрос для кого? Потому что Если это для человека Который весит 100 плюс килограмм И ему нужно просто Все убрать Все перекроить Да зачем мне нужен Этот здоровый образ жизни? Отстаньте от меня Слушай, по твоему опыту Основные причины набора веса Они вообще в чем? Это 100% профицит калорий Поэтому я не буду здесь Рассказывать про Заметный метаболизм Из-за генетики Из-за того, что Особые продукты И так далее Есть первый закон термодинамики Который гласил Гласит и будет гласить Что потребление больше, чем траты Ты набираешь Потребление меньше, чем траты Ты худеешь Проблема в том, что Сейчас в современном мире Получить эти калории Стало доступнее гораздо То есть Нам нужно потратить Меньше энергии И все сейчас направлено На это И получить как можно Больше энергии Потому что это дешевый дофамин Слушай, у меня Вот мой личный был Опыт набора веса Мне кажется, что У меня он был связан С гормональной системой И также, мне кажется Вторая причина Это психологическая То есть Когда человек находится в стрессе Он начинает заедать Чтобы хоть как-то Себя компенсировать Смотри Мы все Млекопитающие Которые имеют Отличие от животных Тем, что у нас есть Неокортекс Который выбирает Правую руку Сейчас поднять Или левую руку Поднять И изначально Наша ключевая задача Когда мы Набираем вес Давай так Еще раз В патологии Набора лишнего веса Имеет Только дефицит Или профицит Калорий Что способствует Этому фактору Это уже второстепенный вопрос Но вот база Ты все равно Ты говоришь Ты переедаешь Ты переедаешь Гормоны Влияет ли на метаболизм Влияет Но Процесс липогенеза Накопления жировой ткани Настолько минимальный По сравнению С переизбытком калорий Что просто незначительно Он может подливать Масло в огонь Он может провоцировать Дополнительные болячки Например Проблема щитовидной железой Гипотиреза Говорят, что Вот щитовидная железа Она ответственна За наш метаболизм А у меня проблемы Щитовидной железой Значит у меня проблемы С метаболизмом Не так это работает Я еще в 19-м году В первой своей книге Писал про то Что метаболизм Замедляется на 4% Вместе с исследованием Что у людей Например С проблемой Щитовидной железой Возникает У них низкие уровни Нерромедиаторов Серотонина Дофамина Окситоцина Там и прочего Что происходит Стресс Стресс Хочется это Чего получить Дешевый дофамин И ты начинаешь Это заедать Плюс Когда у тебя Есть проблемы Щитовидной железы Это во-первых А не возникло Просто так С неба Инопланетяне Тебе не вкололи Проблемы С щитовидной железой Ты это сам наработал И это Провоцирует Действительно В том Что в самой клеточке За счет дефицита Гормонов Щитовидной железы У тебя будет Вырабатываться Меньше энергии То есть они Это знаешь Как ключ зажигания Их называют всегда То есть наша щитовидная железа Она нас утром Пробуждает Она прогревает Наше тело Она в каждой клеточке Запускает Процесс выработки энергии Когда у человека Гипо Недостаток Тириоз Тироидной гормоны У человека Действительно В самой внутри клетки Может вырабатываться Меньше энергии Но опять же Мы начнем с того Что откуда это все возникло Гипотириоз Очень часто возникает На фоне А проблема С желудочно-кишечным трактом Которая возникает Изначально От проблем С питанием С образом жизни Недосыпами С стрессами И так далее Проблема Щитовидной железой Связана с надпочкой Короче Я могу сейчас Много таких связей рассказать Все сводится Мне интересно Но я понимаю Что со стороны Наверное Это сложно Слушать Простим языком В основе Патологии лишнего веса Профицит Что способствует У каждого Своя дискотека У каждого Своя дискотека Но все равно Мы перебираем Просто по калориям И мало двигаемся Хорошо Есть люди Которые Сидят на диетах Вообще Насколько это правильно Какие диеты Сейчас в тренде Какие нет Потому что Какое-то время Была диета 16-8 В моде Сейчас ее Вроде как Длительные исследования Говорят Что наоборот Она вредна И отдаленные результаты Не очень хорошие Есть какое-то Давай Смотри Я задам встречный вопрос Диета Чтобы что? Все же хотят худеть Худеть Если мы говорим Только про снижение веса С точки зрения Физиологии Работает любая диета То есть там Что делается Создается Дефицит калорий Просто человек Слушай Ну нет Есть разные диеты Вот в 16-8 Они считают Что ты вот В эти 8 Можешь съесть Все что угодно И многие этим пользуются А есть диета Наоборот Которая Как монодиета Практически для меня Когда люди едят мясо Жирную пищу Но отказываются Полностью От углеводов И тоже говорят Вы можете есть Любое количество И при этом худеть Буду Очень-очень Таким Противным Нутрициологом Тренером Который не будет Рассказывать Про замедление Ветаболизма И прочее Но я этим занимался Занимаюсь И буду заниматься Многие года И количество клиентов Точно у меня не уменьшится Точно увеличится Это про то Что все упирается Все равно в дефицит Люди просто меньше съедают Люди Мы с тобой общались В подкасте В другом Люди Врут Врут Начнем с этого Вот Поэтому Во-первых Люди сильно Недооценивают Сколько они Потребляют И переоценивают Сколько они тратят Потому что Когда позанимался 30 минут Тебе кажется Что Ну Очень много исследованы Эту тему Когда люди Спрашивали Как вы думаете Сколько вы потратили Калорий Сколько это в еде Там и так далее И так далее Плюс касательно 16-8 То же самое Что люди Просто Просто не добирают В этот коридор Дальше Иногда К сожалению Люди используют пост Чтобы похудеть Это очень Мне кажется Пост он вообще Про другое Про другое Но к сожалению Есть категория людей Которые используют пост Чтобы похудеть У меня вот Все кто пытались Никто на посте По-моему не похудел Злее становились Раздражительнее Так что похудеть Количество белка становится Полноценного С аминокислотным составом Меньше Человек чувствует Больше аппетита Потому что У белка есть Простым языком Процесс подсвечения Гораздо больше Чем у других Макронутриентов Вот Если мы говорим Диета С точки зрения Решения Давай еще раз С точки зрения Похудения С точки зрения Физиологии Она работает С точки зрения Жизни И практики Она не работает Ни одна диета То есть по сути Мы можем просто Контролировать Количество съеденной пищи Ты знаешь Я сталкивалась С набором веса В беременности Мне кажется Что у меня была Инсулин резистентность Почему мне так кажется Потому что Я похудела Часть веса я сбросила Дальше мне казалось Что я ничего не ем Я ходила Всем говорила Что я ничего не ем Я вообще очень мало ем Я значит Стала заниматься спортом регулярно Я взяла аскезу Перестала пить алкоголь Потому что я думала Ну наверное Без алкоголя Я точно в ходе Вообще нет И потом на выставке Я купила Витаминки Для поджелудочной железы На фане Такая сейчас Я вот Их для профилактики Всем можно На месяц И я на них Начала так худеть Начала худеть Почему? Потому что у меня Я не знаю Как так сработало У меня поменялся Полностью рацион питания И я оценила Сколько я до этого ела То есть по факту Я стала намного меньше есть И меня перестала тянуть На всякую гадость В виде сладкого В общем я поняла Что у меня поменялся Рацион питания Я стала есть Больше зелени Прям реально больше Я приходила в ресторан Брала салат Понимала Что половину салата Я в принципе наелась И ничего больше Мне не нужно Ну и так же Как мясо Я мясоед Я закидывала все мясо Где-то рыбу Я начала очень сильно худеть Все задавались вопросом Что же произошло Я всем честно рассказывала Что это были Из-за витамина И что произошло Но по факту Я понимаю Что скорее всего У меня была проблема Именно с работой Поджелудочной железы Как вообще можно Распознать Какие-то неочевидные факты Того что Твой орган Поджелудочная Живется Конкретно поджелудочная Конкретно поджелудочная Смотри Поджелудочная делится На два мира Один гормональный Один пищеварительный Вопрос Про какой мы сейчас Будем рассматривать Гормональный Это больше Начнем с гормонального Очень часто Люди забывают О том что У бабушек был диабет Или преддиабетное состояние Или сахар высокий Это начинается с того Что возникает проблема На уровне гормонального мира У пищеварительной системы Гормон называется инсулин Инсулин не враг Инсулин это гормон Который доставляет Глюкозу Которую мы Мы поели Огурец съели У нас глюкоза Немножко поднялась Булку съели Сильно поднялась Побольше поднялась Да Инсулин что делает Захватывает глюкозку Чтобы перевести Все обратно Так называемую равновесию Которая называется Гомеостаз Он друг наш Что происходит Когда человек переедает Количество глюкозы Которое Постоянно в всплеске Происходит Плюс Общий объем пищи Съедаемый Потому что называется Толерантность Инсулинорезистентность То есть клетки Быть глухие Они не слышат Они не могут принять Этот инсулин Инсулин начинает Накапливаться в крови Поджелудочные Что делают То есть До клетки До клетки Доставился ресурс Посылается сигнал в мозг И каждый прием пищи При перезбытке калорий Потреблении бесконечной еды Человек начинает Еще больше Поджелудок начинает Вырабатывать еще больше 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 В какой-то момент Бета-клетки Это поджелудочные железы Сказали Все Мы уходим на пенсию Мы уходим В отпуск Пожизненный Пожалуйста Наш не стревожьте Что это такое? Диабет Второй тип Если мы говорим Про поджелудочный мир Это в основном Проявляется в панкреатитах Проблемы с поджелудочной железой Именно про пищеварительность Пищеварительность Да, мир То есть у нас Поджелудочная Она делится на гормональный Пищеварительный Гормональный Я сказал, что это Гормон Гормон, да, инсулин Да, здесь Это с точки зрения Панкреатит Что такое панкреатит Если простым языком Как понять, что ты Ешь белок Ешь жиры Что-то жирненькое Такое На празднике На свадьбе поел И у тебя Большие проблемы С точки зрения Выпрямиться даже не можешь Это спазм Поджелудочной железой Плюс Это можно определить По анализам Такое, как программа К программа Это анализ кала Это Невероятно информативный Показатель А у нас же как принято Какашки Это же что-то Не про себя Это не про Что-то там Это не мое Это стыдно И так далее И так далее Вот мы с тобой Общались там Про Практологию И такая же история У людей По отношению К самоздоровью С точки зрения Того, что из них Выходит Кровь И кал Нам могут показать Реально 95% Проблем Которые у нас Уже либо возникают Либо уже есть И прогрессируют И Например По программе Если есть определенный Вкрапление Непереваримый Мыло Могут быть Остатки мыла Это в смысле Такое соединение В Ко программе Это может указывать На проблему Например С поджелудочной железой Если симптоматически Без анализов Без Ко программы Это вот Жирное поел Вот здесь Что-то прям Чуть-чуть ближе И туда Глубже В правое Подребение Начинает Все колоть Либо Ну только не путается С печенью Да С желчным Больше В основном У людей В основном Проблемы с желчным И отсюда возникает Проблема с поджелудочной железой Параллельно Ты мой следующий вопрос Прямо уже затронул Я хотела спросить Как раз таки Про желчный Как заподозрить И как правильно Что делать Чтобы правильно работал Например Нас учили в институте Что нужно заниматься спортом Для того Чтобы желчь регулярно Выплескивалась И если Спортом не занимаешься То тогда у тебя застой У тебя камни Так ли это Или у тебя какой-то другой взгляд Спор да Вот Но это общепринятая вещь Поэтому давай Сразу поедем дальше Движение крайне важно Ну слушай Блин А вот Если ты не занимался Не занимался И такой решил Может лучше сначала Сходить на обследование Посмотреть Нет ли у тебя камней Ты сейчас такой Спортом занялся У тебя камни какие-то появились Да Смотри Во-первых Я всегда говорю так Что анализы Это компас организма нашего И зеркала То что происходит снаружи Как обычно мы можем понять Что у нас есть какие-то проблемы с кожей Ты подходишь к зеркалу Просто смотри Что у тебя вообще с кожей Что у тебя с лицом То же самое Можем посмотреть По отношению к своему здоровью Сдав анализ крови Мы такие Смотрим Ага Вот здесь провал Вот здесь провал И у меня это есть То есть у меня нет энергии Попадает волос Я начинаю сопоставлять это С показателем Которые у меня внутри есть Я могу сказать Что да Вот здесь у меня есть провал Мне с этим нужно поработать То же самое Относительно Желчного пузыря То есть есть показатели И анализы крови Могу подсказать Что есть застой желчи Холестерин Очень часто такой показатель Многие возможно зрители слышали Есть плохой Типа холестерин Есть хороший холестерин И вот На самом деле Ни один Ни второй Ни плохой Ни хороший Плохой в анализе крови В липидограмме Называется Липопротеин Низкой плотности Коротко Четыре буквы Л П Н П Если это показатель Выше трех с половиной Миллимоль Это говорит о том Что желчь может не отходить Но чаще всего Я говорю так Что даже до анализа крови Можно понять Что есть проблемы с желчным И даже до УЗИ Это первая Проблема с сухостью кожи То есть вот Крема просто впитываются Как вот просто Кожа просят Внешний уход крайне важен Но важно Не перебарщивать И не игнорировать эти вещи Потому что Человек Мало качественных жиров ест Рыбу Молепродукты Семена Оно должно И изнутри И снаружи Люди вот пытаются Вот так Там забивая Или наоборот Люди пытаются Вот так А здесь нужно Чуть помочь Вот здесь Чуть-чуть уход Помощь и так далее Поэтому Первое Сухая кожа Второе Это Вплоть до гормональных Изменений Потому что Желочь что делает Основная функция Желочного пузыря Если он есть у человека Если его нету Функция остается Она никуда не девается Просто она напрямую Из печени поступает Это выведение Токсинов Отработанных Метаболитов Гормонов Которые в нашем организме У женщин красивых Эстроген Которые делают Женщину красивой Женственной До 45-50 лет У мужчин Тестостерон Я сейчас просто Один из гормонов Взял Что под качество Они выполняют Свою функцию В печени разрушаются Метаболиты Выводятся Желочный Выводит Все И поэтому Эндометриозы Кисты Полипы Фиброзно-кистозная Мастопатия Эстрогендоминирование Предменструальный синдром Болезненный Мечный Это может быть Следствием Нарушения работы Желочного пузыря Это ненормально Во второй фазе цикла Не должно быть Резких болей В нижней части живота Кишечник Яичник Вот это все Не должно быть Там какие-то прыщей Там аппетит Действительно повышается Из-за повышения Прогестерона Но не так Что ты Хочешь съедать Все, что не приколочено А все, что приколочено Отколачиваешь И тоже ешь Так не работает Должно Такой легкий Голор появляться Какие еще Симптоматики Частые Это Дерматиты Экземы Кожные заболевания Потому что Желочь Она санирует Наш кишечник Что такое санация Убивает Беззараживает То есть все, что Наши кишечники А наш кишечник Это иммунитет То есть там Очень много клеток За иммунитет Отвечает нашими кишечниками Еще из таких Последних Наверное Самая важная Симптоматика Нарушения желчного Многим людям Будет известно После еды Хочется сладенького Вот прям Убей Просто хочется Не просто Вот Хотелось бы У меня один человек Который Подпадает Под эти симптомы Пожалуй Проверю У него печень И желчный Было бы То есть Было бы Неплохо Съесть Ну Это не то А вот Прям хочется Что-то сладкого Причем Не просто Ложку сахара А что-то Вот прям Сахар и жиры Какой-то Прям десерт Очень интересно Даже не думала Потому что Когда ты ешь У тебя должен Желочный Сначала у тебя Желудок Обрабатывает Соляной кислотой Все это Обеззараживает Потом у тебя Желочный И поджелудочный Железа Про которые мы С вами поговорили Что они делают Они эмульгируют Жиры То есть Они расщепляют Игда Постихонечку И вот Если она Не выработалась Вследствие потребления Жирной пищи Поэтому жирная еда Должна в ресурс В рационе То у тебя Происходит Такой Свинтроди Это соединяющий С кишечником Закрыт У тебя давление Возникает У тебя могут быть Даже боли После потребления Жирной еды Я человек Который Продукт своего А до этого были? У меня Все мое детство Было просто Патегидой Убийства Желудочно-кишечного Тракта Жареная картошечка Каждый день Мороженое Литр Сока Причем Ладно бы Свежевыжатого Пакетированного Сока Пельмиши Майонезы С борщами Хлеб Бесконечный Булки Конфеты Печенье Такой стандартный Детский набор Ладно бы Детский Понимаешь Оно же И в подростковом Периоде А я правильнее занимался Спортом Это меня хоть как-то Еще тащило Поэтому к 16 годам Я наработал себе Проблемы с кишечником У меня каждое утро Невероятно болел Кишечник Потому что у меня Вечером накануне Был литр сока Все это бродило Все это вызывало Невероятные газы И после утренней тренировки Мне хотелось сдохнуть Это вот прям реально То состояние Которое у меня было Это все сказывалось На желчном пузыре Потому что Когда я в 20 лет Первый раз дал анализ крови Я ужаснулся На тот момент Я еще не ужаснулся Я уже поднял Свои анализы крови Когда я был Более-менее взрослым Потому что я в 22 Начал заниматься Натрициологией Я посмотрел Свой старый анализ крови И я был в шоке У меня вот этот показатель Который сказал Липопротеин Низкой плотности Плохой холестерин Я сказал 3,5 норма У меня он был 5,6 5,7 А это показатели Женщин взрослых Это показатели Молодого парня 50 плюс Да А у меня вот уже Плохой холестерин Был просто в космосе Ну и за этим тянулся Куча других проблем И вот Почему я сказал Про сонацию кишечника Что Проблемы с кожей В том числе Это же из иммунной системы Зрители Те, кто на моем канале Если вы смотрите это видео Я знаю, что у вас уже Немножко кровь из ушей Это информация Но это реально для меня боль У меня вот здесь был Один с бородавок На ладони То есть я ничего Вот так вот сжать не мог В 19-20 лет Это была проблема В том числе Из-за желчного пузыря Бородавки связаны В том числе Не единственная Но за иммунитет Которая на 80% В нашем кишечнике Начинается Оно связано с тем Что у тебя желчная Полноценная не работает Куда дел бородавки? Полгода Изменил питание Сами ушли? Да Я ничего не прижигал У меня были бородавки На ступне В детстве Не прижигали Чистотелы Вот это вот все Крема Пропадало Появлялось Возвращалось Все, ничего не помогает В любом случае Иммунитет, конечно, имеет значение Поэтому все оттуда Да Слушай, очень интересно получается И в принципе Ты знаешь По логике Оно у меня бьется Потому что Пищеварительный тракт Это действительно Огромный иммунный орган Которому не придают значение И опять же По тем исследованиям Которые там Я слышала Что дети Которые Живут в африканских странах У которых постоянно Какие-то кишечные инфекции У них иммунитет намного выше Нежели у европейских детей У которых все постоянно Чистят То есть в том числе Получается И вот То, что мы едим Те микроорганизмы Которые попадают к нам Это тоже влияет На наш иммунитет Оно закладывается в детстве Да Сто процентов Это знаешь Как это современное видео И видел Там Мы в детстве Мы с тобой Плюс-минус У нас детство было жуткое Да-да-да Когда там в луже сидишь С лопаточками С этими всеми Я помню Вот эти Постоянно строишь Из песка Всякие Грязь Вот это вот все И сейчас Да-да-да-да Это не говорит о том Что сейчас надо Выбросить детей В лужу Это говорит о том Что не нужно Доводить до паранойи Потому что Наш иммунитет Он формируется В детстве И он тренируется Попаданию этих вирусов Но во взрослой жизни Мы должны Иметь хорошую кислотность Хороший желчаток Потому что Здесь Желудок Не относится К иммунной системе Но он выполняет Функцию Обезвреживания Бактерий Убийства этих бактерий Потому что Вот видела В интернете Ходят вот эти Видео бабайки Вот кока-колу Будете пить У вас разъезд Желудок Например Ну там унитазы Чистят кока-колу Монеты Чистят кока-колу Ну у нас зубы Растворяют кока-колу Мы в стоматологии И у нас там бабайки Говорят что Типа вот Там то же самое происходит На самом деле Угольная и ортофосфорная кислоты Которые находятся в кока-коле Они в миллиард раз слабее Чем наша естественная Соляная кислота в желудке И поэтому Ну во-первых Вот эта агрессивная Среда в желудке Она не должна Не здесь быть Гастрит и язвы Жоги Не тем более В ротовую полость попадать И поэтому Очень часто Все от незнания Возникает у людей Подожди Знаешь какой у меня вопрос Про анализы Вот получается Что нужно сдать К программу В норме Хотя бы раз в год Это вот знаешь Это идеально Давай так Я всегда прошу людей Вопрос какой Что нужно сдать Я вообще хотела Да Какие анализы К программу Получаются анализы крови А по анализам крови Тут вопрос На какую сумму анализ Вот Супер Спасибо большое за вопрос Во-первых Программа Это прям идеально Я вообще даже не прошу На первом этапе У нас много людей Кто проходит наши Бесплатные какие-то эфиры Я базовое Прошу сдать Хотя бы 5 анализов Хотя бы Общий белок Это строительный материал Не только для волос, кожи И так далее Но и для иммунитета Второе Это для женщин Особенно важно До 45-50 лет Это ферритин Уровни железа Согласна Очень важно Потому что кислород Поступает в тебя Каждый клеток Третье Это ТТГ Как главный контролер Кормонов Щитовидной железы Это неполное Сразу предупреждаю Понятно Что в идеале Т3-Т4 Но мы Как бы Моя задача Людей Где вообще Ты ничего не знаешь По антрицологию Привести К более сложным Уже моментам Поэтому я прошу Хотя бы 5 сдать Это прям база ТТГ управляет Твоей щитовидной железой Он вырабатывается В нашем организме Есть он выше Давай по показателям 73 и больше Хотя бы Грамм белка На килограмм Общий белок Ферритин Для женщин С менструацией От От 30 До 100 У меня был 5 Это жестко Очень жестко У меня была клиентка У нее был ферритин 0,02 Такое бывает Бывает Это очень патологичное состояние К сожалению Люди не умеют Обращать внимание На ферритин Они смотрят На гемоглобин На гемоглобин Потому что Показывали раньше На всяких Каналах федеральных Что надо смотреть Гемоглобин Вот это здоровье Там и прочее И учат нас всех Смотреть гемоглобин Но это не имеет смысла Никакого Потому что Сначала нужно посмотреть На ферритин Это самый чувствительный показатель Не углубляя сейчас детали Дальше Сказал уже Ферритин Дальше ТТГ От 0,4 до 2,5 Это говорит о том Что твоя щитовидка Работает хорошо И она дает сигнал ТТГ Четвертый показатель Это инсулин Гормон поджелудочной железы Который мы с тобой Проговорили Не глюкоза Пожалуйста Запомните Не глюкоза Чтобы предотвратить Как он Тоже кровь Утром натощак Просто 12 часов Не курить Не есть Воду пить Утром перед анализом Можно и нужно даже И поспать То есть Если вы там В час-два Пытаетесь лечь спать То как бы Уже лучше не сдавать Потому что Это может повлиять На показатели Анализа крови Показатель инсулин Должен быть От 2 до 6 Микроединиц Это не глюкоза Еще раз Это инсулин Это важно Очень часто люди путают И последний показатель Базовый Опять же Витамин D И тоже со звездочкой уже Потому что Если есть возможность Не у всех есть финансовые возможности И так далее Норма от 50-60 нанограмм До 80 нанограмм Теперь по Деньгам Сколько это стоит Если мы не берем Витамин D Ну он где-то 12,5 наверное 1003 Сейчас современные условия Да Сейчас уже чуть-чуть Подороже стало Но реально Это немного Раз в полгода Вот этот чекап Я хотя бы прошу сделать С витамином D Если по акции В пятерочку Можно зайти В 5000 Ну да Я думаю Даже меньше Если без акции 6000 То есть он там От полутора До 3000 В зависимости От периода Варьируется Это прям база Это база А если не база Я вот хочу Расширенно К чему готовиться Не хочу сейчас превращать Это в большую лекцию Но давай Про поверхность пройду 100% Для женщин Для девушек И для мужчин Важно сдавать Лепитограмму Это холестерин Простым языком Это наши жиры В принципе Да Это крайне важно Потому что Многие думают Что холестерин Просто Это типа вред Это плохо И так далее На самом деле 75-80% Синтезируется Производится В нашей печени И только 25% Поступает К нам Извне И зачем Нам нужен Холестерин Во-первых Это питание Жирами Каждая клеточка Абсолютно Нуждается В холестерине Абсолютно Каждая клеточка И если Будет не хватать Этих 25% Как раз Будет Может быть Повышение Холестерина Очень часто Убирая жиры Это плохо Не сидеть На обезжиренных Диетах Ни в коем случае Это в редких Исключениях Спортсмены Когда там На последней стадии Подготовки Они могут Я был спортсменом Я кандидат Мастера спорта Я много чего пробовал И бегал Эронмены И проще Это не про здоровье Ни один спорт Все что вышло Первого взрослого разряда Это не про здоровье Я выбрал для себя Другой путь Сниматься своим телом Параллельно Развиваться Учиться И прочее И не Вредить своему здоровью Холестерин И конкретно Его фракции Вот то что мы Сегодня с тобой Проговорили ЛПНП И вторая фракция ЛПВП Что такое фракции Это составляющие То есть то из чего строится Один доставляет до клеточек Второй обратно Возвращает Через желчь Печень утилизирует Простым языком Отработанные Все что в наших клеточках есть Дальше Это гомоцистеин Это показатели Которых очень часто Молчат во время беременности А его очень важно Отслеживать Что такое гомоцистеин Это здоровье Сердечно-сосудистой системы Конкретно наших сосудов Сердечно-сосудистые заболевания Находятся в топ-3 Заболевания в России Ну и в мире я думаю В мире да Ну и конкретно сейчас Русскоговорящие в основном Люди смотрят нас И там очень часто Есть Большая проблема С точки зрения Неумения Отслеживать здоровье ССС Сердечно-сосудистой системы Простой показатель Гомоцистеин От 5 до 7 микромоль Это такой Золотой стандарт Все что выше 7 микромоль Может быть следствием Применения антибиотиков Неостероидных Противовоспалительных средств Комбинированных Оральных контрацептивов Противовоспалительных Антидепрессантов И вот это вот Вся фармакология На которую люди Годами Я не против Использования на короткий период Если действительно Параллельно с питанием Это необходимо Но человек годами К сожалению Живет на обезболивающих Противовоспалительных И прочее Это значит Я закончил Третью свою книгу Со словами Что Мы не учим В школах Питания И здоровья А потом По жизни Живем на обезболивающих Противовоспалительных К сожалению Это правда Последний показатель К которому Вот я Наверное Порекомендую Сдать два показателя Кратко Это Т3-Т4 Это гормоны щитовидной железы Да То есть Дополнение к ТТГ И база Это общий Анализ крови Я поняла Скажи пожалуйста Как ты относишься К детоксам Есть ли вообще В них смысл Все любят Делать детоксы Я не знаю Такие страшные Иногда Слушаю истории Ладно Если кто-то Еще на соках Ну как бы Это окей Ладно Что-то там Мало ешь Но есть Какие-то детоксы Когда я не знаю Какие-то страшные вещи Пьют Из них Что-то там Выходит Что-то в этом Слышала Что-то в этом Думаешь Опять же Вопрос Чтобы что Вот как у людей Очиститься от токсинов На мой вопрос О том Что у вас есть Система выделительная Которая должна вас В норме очищать От токсинов Это ваши какашки Ваши письки Вот как бы Ваше выведение Ваших токсинов И все В нормальном человеке Все выходит Самостоятельно Но у большинства Населения У них вот уверенность Что им обязательно Нужен детокс Потому что Страшное слово Токсины Что у вас токсины Я уже так Уже страшно подумать Как будто ты вообще Состоишь из одних токсинов Что скажешь Давай так Имеет место быть Правда Что количество Химии вокруг Экологии Оно действительно ухудшилось Мы стали пользоваться Антиперперантами Мы стали пользоваться Бытовой химией Мы стали пользоваться Алюминиевыми сковородками У нас машин прибавилось Да Это тоже С 50-х 60-х годов То есть Очень часто Люди мне Кидают возражения Наши бабушки Дедушки жили Чувак докопались До своего Правильного питания Вон они булки с конфетами Ели всю жизнь И на Новый год Дарились Слушай Во-первых Это неправда Потому что конфет Тогда было в разы меньше И тогда съесть Вафельки Да Это надо было добыть И вообще Рацион питания Очень сильно поменялся Начиная от той же самой Кока-колы Да Вот Поэтому Это и к сожалению Имеет место быть Поэтому действительно Количество Токсинов извне Оно увеличилось Но Наш организм Ему действительно Нужен детокс Но только в каком случае Давай по аналогии Я люблю очень метафоры Потому что я работаю С аудиторией Как и С людьми Которые вообще ничего не знают И с людьми Которые уже Профессионалы Вот у тебя есть велосипед Ты на нем едешь Это твой организм Это твое здоровье Твои колеса Это твоя система Которая слаженно работает То есть они крутятся У тебя работает организм Что происходит Ты едешь То есть ты здоров Человек берет палку Вставляет в колеса Сам себе Сейчас объясню Что за метафора Аналогия И при этом думает Блин Чего-то организм не работает Наверное у меня Токсины То есть Хотя сам бы Вставил эту палку Это и есть токсина Это мешает Своему организму Что он делает Вместо того Чтобы вытащить палку Не мешать Своему организму Лимфатической системе Выделительной системе Сережно-засудистой системе И прочим Пищеварительной системе Работать Он берет Смазывает свои колеса Каким-то Не знаю Смазывающим материалом Потому что колеса Быстрее ехали Лучше ехали Палку вытащи Из своего организма Люди очень часто Мешают своему организму За счет Недосыпав Недодвижения Гиподинамии Отвратительного питания Потому что она действительно Из-за переизбытка Простых сахаров Рафинированных углеводов Хлебоблочных изделий Гидрогенизированных жиров Нагружает печень Нагружает желчный пузырь Нагружает кишечник И нужно просто Вытащить эту палку Наш организм Может это все Переработать Потому что у нас есть печень У нас есть Лимфатическая система Куда это все попадает И нужно просто Перестать мешать Своему организму А не пить соки А не смазывать колеса Вот этим каким-то Гелем Раствором И прочее И Давай как это От верхнего уровня К нижнего уровня Что делать Во-первых Какать нужно начать Ну вот банально Я всегда говорю так Нужно начать Просто Есть те Которые не какают Если вы есть Напишите в комментариях Это блин У нас буквально На момент этого видео Недавно вышло видео Про О чем говорит ваш кал То есть Как бы там Разные формы кала И прочее Ну понятно Там цвет И это вот да Настолько Тема Которая Она закрыта За жалюзями Ну стыдно Да Потому что нам В школе Там был вопрос В этом видео На канале Кто из вас Помнит Дорогие зрители Школьные туалеты И как И сколько раз Вы ходили В эти туалеты По большому Это же было стрёмно Лучше потерпеть до дома Потому что они были убиты И просто в хлам Потому что это То Что должно Со школьной скамьи Транслироваться А мы это не транслируем Опуская все подробности Что такое Одификация Это выведение В том числе Тех самых Токсинов Глобально При хорошей работе Желчного пузыря Системной работе Кишечника И отсутствия дисбиоза И всяких Бактериальных Грибковых рост Все это будет выводиться легко Для этого нужно Адекватно питаться Белки, жиры, углеводы Чтобы было более-менее Хотя бы То есть какой-то баланс Второе Это спать Двигаться Это добавлять Базовые дефициты Которые есть сейчас Действительно Это витамин D В овальном дефиците Мы поменяли образ жизни Но не поменяли потребность Витамина D Это вопрос Дефицита йода Вопрос дефицита магния То есть это такие базовые Базовые нутрицептики Которые вот я лично Отношу к топ-3 самых Магния Это про нервную систему И нервная система И перестатика кишечника Потому что кишечник Начинает сокращаться Под воздействием Достаточного количества магния Все клизмы, которые делаются Они в том числе Сделаны на основе магния Серьезно? Да Ну я клизмами не интересую Которые, да Вводятся именно Не пероральные Используются ослабительные А именно вводятся напрямую На основе раствора магния В том числе То есть кишечник расслабляется Стимулирует Да, пищевой комок Начинает продвигаться Что происходит Вот обычно у женщин Особенно когда На препаратах На лекарствах Типа гормональной терапии Комбинированы Оральные контрацептивы Она их пьет Он вмешивает Они вмешиваются В наш цикл Эстроген-прогестерон У нее запоры Откуда возникает Я сейчас отвечаю на вопрос Откуда эндометриоз Одна из причин Главнейшая причем Всех эндометриозов Полипов Кист Миом Фиброзно-кистозная мастопатия В молочных железах Это возникает на основе того Что у тебя есть запоры У тебя нет системы модификации Из-за дефицита клетчатки Дефицит магния Дефицит воды Малое движение Большое количество стресса Она еще пьет коки Типа Чтобы гормональный цикл Восстановить Ничего не восстанавливает Еще в моменте Это все встраивается В наш естественный цикл Циркулирования Гипоталамус, гипофиз Яичники Выработка всех гормонов В нашей печени Так как у нас есть Опять же Проблемы с питанием Проблемы с образом жизни Мы вставили палки в колеса Мы не даем нашей печени Обработать эти метаболиты Вот эти коки Которые девушка потребляет Они не могут отрабатываться Вот я недавно Вел в трехдневник По женскому здоровью Не углубляясь У нас есть эстроген Он в печени распадается До безопасных Которые выводятся И небезопасных И вот небезопасные Чаще всего Идет следствие того Что человек Палку в колеса В велосипед ставил Отсутствие адекватного питания Отсутствие нормального Образ жизни И это все В кишечнике Может всасываться обратно Потому что оно застаивается Опять же Поэтому я сказал Что какать начать Нужно банально И вмешивается Вот в этот цикл Эстроген-прогестерон Отсюда эстроген-доминирование Разрастание эпителия Эндометриоза И прочие болячки Слушай Задам тебе такой вопрос Есть промывание кишечника Гидроколонотерапия Слышала Как ты к ней относишься Обычно Я скажу Почему Люди Как раз таки Говорят У меня Каловые камни У меня что-то Не выходит Надо все промывать И идут На курс терапии Самый явный пример В 2020 году К нам пришла студентка На программы И у нее Ей было 28-29 лет На тот момент И она порядком 14 лет Мучилась с дерматитами С экземами И с Экземов не было Дерматиты И запором И в том числе Она делала Промывание 10 литров В течение Несколько дней Да Вот это вот все Раз в полгода Раз в год Это грустно Грустно Потому что Это отсутствие понимания Как работает организм Потому что Например Желчный Который провоцирует Желчный отток Это естественно Слабительный Я простой пример Привожу всегда Что вот Есть рука Положите Сухая рука Сухая ладонь Сухое мыло Положите Сожмите руку Что произойдет с мылом Оно никуда не денется Ну вот просто Вы ее сожмете Если вы намочите руку Намочите мыло Сожмете Что с мылом произойдет Выскользнет Вот желчные пузы И желчные кислоты Работают по этому же принципу Они смазывают это все Тебе не нужно То есть у тебя ничего застаиваться не будет Вот и к чему Это дама Трое детей 28-29 лет Я не помню точно 14 лет Проблемы с кишечником Запоры Таблетки Лекарства Одно время Когда поняла Что надо что-то изменить В Египет поехала И были Он инклюзив Ну как Русская душа Он инклюзив Господи Мы все выросли После распада Мы все выросли Вот это вот помним Не очень богатое Так сказать детство Ну и надо же все это есть 7 дней не ходил в туалет Я если что Когда 7 Да у меня было У меня у самого было В подростковом периоде Когда 7 дней не ходил в туалет Это сейчас не бабайка Это реально факт Я был в детском лагере И никто тебе об этом Не говорит Что это ненормально Не родители Не проводят Какие-то лекции Я кстати Немножко Выкачу Свои Гометы Немножко Тестикулы Мы проводим же уроки На трицологии в школах То есть 7 апреля 23 года Мы от нашего проекта От нашей школы Впервые в общеобразовательном учреждении Привели урок на трицологии в школах С тех пор мы уже дошли до Госдумы И сейчас получаем Возможность Сначала на уровне регионального В какой-то из школы внедрить И потом выводы Это все на уровне федерального уровня И я этим фактом безмерно горжусь Это приносит мне ноль рублей Я даже скажу Что это забирает мне Очень много денег Времени ресурсов И нашей команды Но это та вещь Которая вот я Сам через это прошел Отсутствие И я считаю Что это важно Поэтому касательно Каловых вот этих всяких процедур Нам никто не говорит Что не должно быть Никаких там застойных Этих процедур и так далее В итоге Восстановили желчный пузырь Восстановили питание Не диета Просто Добавили белков Добавили жиров Тут подкорректировали Образ жизни Все Похудела бонусом На 27 килограмм Слушай, а вот люди Которые наоборот У них постоянно Они ходят в туалет Это если вопрос Жидкого стула Вот поэтому я говорю Перейдите в видео Посмотрите Там полный ликбез Про жидкий стул Овечьий стул Консистенция Плавать, не плавать Там и так далее Если кратко То жидкий стул Это вопрос Поджелудочной железы Симптоматика То, что мы сегодня говорили Именно Пищеварительного мира И проблема С желчным пузырем То есть вот эти две вещи Они характеризуют Жидкий стул То есть если ты как чайка Это проблема С желчным пузырем И с поджелудочной железой Это ненормально В общем, ребят Очень интересное Мне кажется Видео Мы про него Уже не первый раз говорим Я думаю Что мы где-то его закрепим Да Если интересно Посмотрите Если вам интересно Посмотрите Я думаю Много интересного найдете Потому что это Действительно тот вопрос О котором не принято Разговаривать И все это в кулуарах Всегда обсуждается Но тем не менее Предупрежден Значит вооружен Поэтому обязательно Смотрим Узнаем свои какахи Пишем в комментариях Да, потому что Очень часто Ну принято как Вот все, что ты видишь То ты и решаешь Кусок жира висит Что ты с ним делаешь Проблема с морщинами Да, там Сухая кожа Классно Ты работаешь с косметологией Не забывай, пожалуйста Про более-менее Движения У тебя кровь начинает Циркулировать Просто питать Свою кожу изнутри Есть ли какие-то продукты Которые вообще Не стоит есть Вот прям Продукт зло Недавно Мы с командой Сидели и думали Какой самый Вредный продукт Который параллельно Бьет не только Там, например Про поджелудочную Но опять же На поджелудочную Влияет не какой-то Продукт один А просто Совокупность факторов Вот Но если Постараться Найти этот продукт То мы Свелись К нескольким моментам Это либо Что-то Карамельки Какой-то Которая Подверглась Термической обработке Сахар Который подвергается Любой термической обработке То есть наши Детские конфеты Когда мы сахар жарили Да Это самое зло Да Я вчера заходил в магазин Покупал продукты Севоду Там и прочее И там прям на кассе Вот этот петушок Вот этот стоит Вот Либо второе Сейчас будет очень больно Потому что Все мы через это выросли Это Орешки со сгущенкой Потому что Это и Мука высшего сорта Которая Далеко не качественная И никакая там Тем более Не цельнозерновая Серьезно Я все думаю Какие орешки Я себе пытаюсь Обычные представить И сейчас поняла Про какие орешки Да Орешка с вареной Сгущенкой Ключевое слово В детстве У меня самое любимое Лакомство Было пчелка Печенька Пчелка Да Знаешь Да Ничего себе Просто обычно Ну мало кто знает Потому что Я с Волгограда Это такой Небольшой супер Прям город Там с окраины города Я думал Что это может быть Местное какое-то Производство Это печенька Печенька Между ними Толстый слой На тот момент Еще был Толстый слой Сгущенки И все это Обсыпано орешками Господи Благодать Но поверьте Я никогда бы Не променял Сейчас эти печенья На то состояние Которое я сейчас имею Или там Имеют люди Просто от понимания Как ты можешь Классно себя чувствовать По энергии По работоспособности От просто адекватного питания Ключевое слово Без паранойи Поверьте Этот короткий дофамин Не заменит Длительный дофамин Который ты получаешь От жизни В здоровом теле Окей С вредными разобрались Самые полезные Давай так Чтобы не было Размазано Полезные для нашей красоты Здоровья Молодости То есть Можешь все-таки Про красоту Жирная рыба Это первая Прям вот Жирненькая такая Знаешь Что-то типа Селедки Конечно В идеале Но понятно Что у селедки Есть избирательный вкус У всех А то что она соленая Ничего страшного Не так критично Если человек В целом потребляет соль То есть От соли не отекает Не отекает В том случае Если у тебя вообще В целом есть в рационе соль От молочки Не отекает Если ты в целом Есть Опять же Какой-то натрий у тебя В рационе То есть Ты подсаливаешь еду Отекает Те люди Кто На бессолевых диетах Боится подсаливать И так далее Это гиперкомпенсация Называется Если мы говорим про Почему рыба То Ну давай Я сейчас не про селедку Говорю Давай Более доступно Это красная рыба Это не только Семга Форель И все что с ними связано Лососевые Это Кижич Горбуша Чайвыча Пожалуйста Используйте Потому что Количество Например в горбуши Омега-3 Жирных кислот Которое крайне необходимо Для кожи Надпочечников Поджелудочные Желочного пузыря Сердечко Сердечко Естественно Для энергии Куча всяких профитов Параллельно Это качный белок Аминокислотный состав Который помогает Насыщать И закрывает Очень много проблем С поджелудочной С дефицитом белка С проблем С кишечником С иммунитетом И так далее И так далее Это не единственный продукт Но один из топ Точно А есть ли какие-то продукты Которые влияют На Качество коллагена Нашего собственного Это 100% Все что относится К цитрусу Это Не лимончик Только То есть обычно Когда говоришь про цитрусу И там витамин С Все кидаются на лимон Нет Лимон С содержанием В соотношении Например с киви Кратнее Крайне меньше Это может быть Киви Это может быть Аплепиха Это может быть Красный болгарский перец По содержанию Витамина С То есть Вообще Коллаген Напрямую Взаимосвязан С уровнем Поступлением витамина С И его синтез Может практически Полностью Блокироваться Из-за дефицита На системной основе К сожалению Наш организм Не умеет Воспроизводить Витамин С Это кофермент Просто Который участвует В синтезе коллагена И без него Помнишь Это заболевание Цинга Когда десны шатались Это как раз таки Дефицит витамина С Коллаген тогда Синтезируется Но он дефектный Он неспособный Понятно Что мы сейчас Не попадем в цингу То есть Даже если Есть бургеры Как бы все равно Какой-то витамин С Какой-то витамин С Все равно будет попадать То есть Мы сейчас живем Не в том мире Где Тотальный Витаминоз Можно получить Мы все равно Питаясь даже Макарошками За 40 рублей Не называя фирму И мазиком Да вот Макарошки Мазик Вот это все Мы все равно Какие-то витамины Будем получать Вопрос качества Конечно Вопрос качества жизни Вопрос количества Этих витаминов И как следствие Качество твоей жизни Поэтому количество Питательных веществ Напрямую зависит На твое качество жизни И так далее Очень часто ошибка У женщин Это вот ты говоришь Про ферритин 5 У тебя было Это не спроста Я думаю Что ты тоже увидела Изменения внешние Когда Конечно Железо напрямую Влияет на коллаген И вот очень часто Люди Бездумно Просто одна из Частых ошибок Приема витаминов Коллагена Это как раз таки Использование На низком железе То есть просто Катастрофичный Железодефицит А железодефицит Зависит от многих Минералов Микро и макроэлементов Которые помогают Усваиваться железу И если у тебя Уже есть ферритин Ниже 30 мкг То коллаген Он теряет Свою биодоступность И эффективность В разы просто Поэтому Когда Очень часто Возникает такое Ты железо восстанавливаешь У тебя И коллаген Начинает Синтезироваться Гораздо лучше И ты за счет Просто небольшого Количества Ну как минимум Это питание Кислород И кислород нужен Нашему организму И без железа Без ферритина Никакого Как бы нормального Дыхания Нормальной работы Клеток не будет Поэтому да Полностью согласен Вот эти два фактора Я прям 100% Поэтому это Это в сторону Гемового железа Это субпродукты Печень, почки, сердечки Хотя бы раз-два В неделю Что-то из этого Должно поступать Я не говорю Часто когда говорю Люди думают Что я сейчас буду С виной рулькой Тыкать в них И заставлять Есть это мясо Нет Я говорю конкретно Про субпродукты И если вы не умеете Готовить Точнее Если вы их не любите Вы не умеете готовить А во-вторых Это по биодоступности Один из важнейших Элементов Для коллагера В общем Самое важное Для нашей внешности Красоты На самом деле Это стресс И ты мне сказал Что ты знаешь Как с ним бороться Есть практики Поделишься Наша нервная система Если мы говорим Про вегетативную Которая ответственна В том числе за стресс То есть мы же не можем Управлять Выбросом гормонов Есть хлопок резкий Я по столу хлопну Среагируем Мы не можем этим Это на уровне Безусловного рефлекса Это называется Вегетативная нервная система Она делится на две части Парасимпатика И симпатика Симпатика Да Что такое стресс Стресс Это активация симпатики Что происходит дальше Лимбическая часть мозга Наши анапочники Стимулируют Вырабатывают гормоны Что такое гормоны Гормоны это Посланники К нашим клеткам То есть всегда Когда вырабатывают Гонцы Да они гонцы По факту Так и есть К нашим клеточкам Что-то доставляет Что-то сообщает Вырабатывается кортизол Адреналин Адреналин Доставляет наши клетки Что происходит В этот момент С нашим организм Я сейчас Просто перед тем Как тебе ответить На конкретный вопрос Хочу объяснить людям Как это работает Чтобы они сами Уже начали понимать Какие методы Мы можем использовать Учащается дыхание Дыхание поднимается Из диафрагмы Из груди Вверх Это шейное Литичное дыхание Частое дыхание Второе Это замедление Выработки слюноотделения То есть слюна Выделяется Присыхает во рту Да Присыхает во рту Это сужение протоков Желчного пузыря Вот часто говорят Люди нервные Люди нервные У них желчи много Это неспроста Потому что желчные протоки Действительно Куда она должна поступать Кишечник Она не поступает Дальше Количество соляной кислоты Вырабатывается гораздо меньше Как следствие Мы переварим еду Гораздо хуже Хуже Да Поэтому на стрессе Не рекомендую есть Что делать получается Первое Что нужно Это научиться Дышать Потому что дыхание Самый простой инструмент Восстановление Противоположной части Вегетативно-нервной системы Парасимпатической Диафрагмальное дыхание Парадокс Чем глубже И медленнее Дышишь Тем больше Ты получаешь кислорода Чем чаще И поверхность Дышишь И меньше Меньше получаешь кислорода То есть получается База База прям База Это вот вдох-выдох Десять раз Я расскажу историю Кратко Вот просто случай жизни Он не супер важный Не изменил мою жизнь Но вот просто как я Это использую в жизни Я ехал к родителям Я очень горжусь Своими отношениями С родителями Они у меня живут 30 лет вместе Я ехал из Москвы В свой город В машине И уже почти подъехал Осталось 50 километров И на пункте ДПС То есть я притормозил Проезжаю Просто повернулся На секунду в сторону Что-то там Телефон положить Что-то Или там взять Наоборот Поворачиваю голову У меня собака Перед машиной И я в этот момент Треск Все С собакой все нормально Гринпис Надо мне нападать С собакой все нормально Но прошло 30 секунд У меня Вот это вот состояние Нервозное Это нормальная реакция В этот момент Даже сидя Можно выполнять Диафрагмальное дыхание Оно не совсем удобно Но можно сделать Во время ходьбы Простое упражнение Ложитесь на спину Руки на живот И старайтесь Растолкать Прямо живот в сторону То есть мы дышим Животом Животом Потому что В основном люди Переходят на грудное Дыхание Вот это девочки Вы когда беременные были Вы не могли дышать Животом Сейчас можете Полным животом Вот так вот Все успокоились И сразу пошли Спокойненькие Детьми заниматься Второй инструмент Который я тоже Использую В практике И советую Как быстро В моменте Сейчас Восстановить свое Состояние Это Сделай 30-50 приседаний В этот момент У тебя вырабатываются Параллельно С эндорфином Не потому что Ты во время Физических упражнений Наверное Что-то сделал Особенно А потому что Все это закончилось Очень часто Люди радуются В островке То что все заканчивается На самом деле Нейромедиатор Нейротрансмиттер Это серотонин Эндорфин Эндофамин Очень активно Пробуждаются Во время тренировки Во время физической активности И что они делают Они противоборствуют Так сказать Активации симпатики Помогают нам С вами успокаиваться Третий момент Интересный Необычный Это с резинкой Знаешь историю С резинкой Слышала Но резинку Надеваешь советскую Да-да Себя шлепать Вот так вот Это любителям БДСМ Можно немножко Пару раз Себя ударить Болевые ощущения Могут Помогать переключиться Самототропный гормон Немножко стимулирует Да То есть болевые ощущения С садомаза Если так говорить Простим языком Небольшие Опять же Небольшие ключевые воздействия На тело Слушай Смотри Они пойдут по вечерам Такие У-у-у Сказали Стресс Надо снять Да Они могут действительно Немножко Привести тебя в чувство И активировать парасимпатику Вот Из Базового А ну и ключевое Последнее Наверное Это просто Вот я Тоже на канале есть видео Я очень часто Про него рассказываю Как за три дня Выйти из стресса Очень часто мы теряем Можем терять своих близких Мы можем переживать Какой-то стресс Не дай бог Конечно Все это Но Оно все равно Может фонить Стресс действительно Это убийство кожи Это убийство Пищеварительной системы Это вообще здоровье убийство Да И наша задача Не входить в стресс Точнее Не бояться входить в стресс А уметь выходить из него Потому что Многие люди думают Что если у меня стресс Мне ничего не поможет С косметологией Все ерунда С косметологией Все ерунда Все у меня есть стресс Нет Мы все стрессуем Это нормальная реакция Как дыхание у нас Соложено Нужно не жить В этом состоянии И один из ключевых советов Что помогут восстановить Такое состояние Это Пропотеться И проораться Как у меня сейчас Странно звучало Пропотеться Это за счет физических упражнений Не банька Сесть на велосипед На велотренажер В спокойном темпе До потоотделения 40-60 минут 2-3 дня подряд Пот у тебя выходит Опять же Выделить на систему Мы сегодня с тобой говорили Про детокс Кортизол Циркулируя в крови Чем больше Тем он хуже Он влияет на энергию На кучу проблем С синтезом коллагена И так далее Наша задача Все это вывести Через буферную систему Попотеть Много попить воды Гидрокарбонатной водички Минералки Синтуки 4.17 Прекрасно Не углубляясь И проораться Что такое проораться Это диафрагма Воздействие диафрагмы Либо петь Ну проораться Я имею ввиду Что в идеале Можно прям Выйти на улицу Выйти в лес Главное чтобы никого там не было Иначе тебя могут забрать И прям прокричаться Прям вот Прям изнутри Не просто вот Тебя есть горлом То есть это надо еще почувствовать Что вот прям вот изнутри Пошел звук такой У тебя сильно Активируется Диафрагма Сокращается Она успокаивает Ну твою пару симпатику Она успокаивает Либо петь Простынь Либо петь то же самое Ну тоже Петь танцевать Аккуратно с соседями Можно в коробки пойти кстати Да Очень классная вещь Еще кстати у людей У которых есть проблемы с щитовидкой Очень хорошо помогает Потому что во время этого Улучшается кровообращение И кровообращение И голосовые связки Начинают мышцы Активно работать Они стимулируют щитовидку В том числе работать Понятно что если у тебя там Отвратительное питание И все остальное Там не сильно поможет Но в комплексе Очень классная терапия Слушай супер Очень интересный подкаст получился Очень много Знаешь того что вроде ты знаешь Но ты про это забываешь И не связываешь В единое целое То есть какими-то кусками Вот эти знания лежат Вот так чтобы их объединить И подумать что есть взаимосвязь И действительно есть Способы Доступные Для каждого человека Которые мы можем использовать Для того чтобы получать Своё здоровье В том числе свою внешность Свою нервную систему И спасибо что ты о них напомнил Спасибо что ты вообще Про них рассказываешь Я думаю что Мои подписчики обязательно Придут на канал Посмотрят Разные видео Не только то Которое мы обсуждали Вот В общем спасибо большое Я самое главное Я хочу сказать в конце Я всегда это одно и то же говорю Что Часто к здоровью Относится как К чему-то данному Типа вот оно дано И оно не изменится А если изменится То я на это не могу влиять На самом деле Нужно во-первых Снизить Ожидание От самого себя В моменте Что ты сейчас Что-то изменишь Быстро И что-то произойдет Нужно просто набраться терпением Постепенно менять То что мы говорили 100 пельменей сегодня ешь Завтра съешь 95 Без резких Да Постепенно Просто дай себе время Нельзя даже Если привлечь девятерых женщин Родить ребенка за одного месяца То есть есть определенный Физиологический процесс Здесь то же самое Во-вторых Отвалить от всего себя Особенно когда ты 5 лет 10 лет 20 лет Формировал привычки И третье Просто Поймать Вот этот кайф Когда у тебя Больше энергии Лучше работает голова У тебя ничего не болит Ты ушел с Иглы Под названием Фармакология Лекарства Препараты И при этом Ты передаешь это своим детям Потому что самое главное Ради чего мы все это делаем В том числе Мы передаем это своим детям Не через слова А через ролевую модель То что можно быть здоровым Можно ухаживать за своим телом И наше тело Оно дано только один раз Вот мы родились Кто во что верит Бог Не бог Не важно Нам дали тело Нам дали здоровье Возьми Распишись Обмену И возврату не подлежит Гарантийный срок Уже давно прошел И здоровье Это сугубо личный геморрой Как я это называю Согласна полностью Заниматься нужно только им И личной ответственности Ни в коем случае Не перекладывать В общем спасибо большое Спасибо нашим дорогим зрителям Спасибо большое За прекрасный подкаст В общем Пишите свои вопросы В комментариях Мы постараемся На них ответить Пока-пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому